Будущее нации в руках матерей, сказал когда-то знаменитый классик Бальзак, тем самым пытаясь учертить великое значение их существования в жизни каждого человека. Они – воспитатели, они – первоучителя, они – хранительницы самых дорогих тайных секретов. Наверное, поэтому сердце матери – бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оно – преданное и верное, тяжело стучит по каждой печали и грусти, а порой сильно бьется в груди, радуясь и сопереживая. Именно такие – умные, красивые, нежные и ласковые – каждый год становятся обладательницами почетных государственных наград. Орденов матери. Только в Московском районе таковых, начиная с 1995 года, уже 230. На сегодняшний день мы в Московском районе уже награждены 230 матерей Орденом матери. И на сегодняшнюю дату, если посмотреть, у нас в Московском районе зарегистрировано 1809 многодетных семей. Мы приросли к прошлому году на 50 многодетных семей. В этом году большую армию матерей-героинь пополнили еще 10 представительниц прекрасного пола – умные, красивые, с горящими глазами. Многие из них успешно сочетают домашние дела с рабочими, являясь в трудовых коллективах настоящими профессионалами своего дела. В преддверии по особенному важного праздника – Дня матери – все они были удостойны почетных государственных наград. Однако, по мнению самих женщин, самым главным достижением они считают то, что смогли стать опорой и поддержкой для своих детей. Да, тяжеловато, как бы нелегко, потому что это целый день на ногах, целый день то кушать готовь, то посуду мой, то стирайся, то убирайся. И вот так целый день со школы пришли уроки делай, и вот так каждый день одно и то же, как бы, ну, ничего. Мы не падаем духом, потому что это наши дети, их надо воспитывать, их надо поднимать на ноги. Если судить о том, что предназначение любой женщины быть мамой, наверное, тогда не важно, сколько детей. Мама, она должна быть мамой, вот и все. Еще одним приятным подарком для мам-героинь стал небольшой праздничный концерт с участием солистов народных коллективов. Но главное поздравление представительниц прекрасного пола ожидают дома, где за большим столом соберутся близкие и родные. Субтитры создавал DimaTorzok